Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает о силе слова. Мастер ораторского искусства Татьяна Алушева. Здравствуйте, Татьяна! Добрый день! Добрый день! Хотелось бы начать с вопроса, в каких вообще жизненных ситуациях может пригодиться ораторское мастерство? Мне кажется, что в современном мире умение выступать публично и внятно формулировать свои мысли – это вообще одна из ключевых компетенций. Потому что практически в любой сфере этот навык необходим. Например, мы устраиваемся на работу, проходим собеседование. Если мы уже устроились на работу, проводим какое-то совещание или необходимо выступить. Просто если руководителю нужно донести свои мысли до подчиненных, тоже нужно уметь выступать публично. Ну и в принципе, в межличностном общении очень важно уметь выслушать, показать человеку, что мы вовлечены в беседу. Не знаю, вовремя кивать, задавать какие-то наводящие вопросы. Поэтому этот навык, мне кажется, во всех сферах в принципе нужен. А у вас есть какие-то яркие примеры из жизни, когда вам прям очень помогло ораторское мастерство? Очень хороший вопрос, потому что в принципе ораторское мастерство, оно меня сопровождает практически всю жизнь. Это все еще началось со школы, даже с детского сада, когда ты выходишь и читаешь стихи. Потом в школе это выступление на конференциях, в университете это защита диплома. В принципе, я тоже заканчивала кафедру журналистики у нас в РГУ. И умение формулировать свои мысли, оно нужно и когда ты проходишь практику на телевидении на том же, и когда на радио. И даже когда пишешь тексты для информационного агентства, это тоже важно, потому что в принципе это та же речь, только письменная. И уже когда во взрослом возрасте я стала искать работу, какие-то свои социальные проекты реализовывать, конечно, здесь навык публичных выступлений понадобился, наверное, в наибольшей мере, потому что это общественная деятельность, это какие-то проекты, опять же, какие-то собственные инициативы. И здесь, чтобы как минимум донести до своей команды, что я от них хочу, здесь уже нужен навык публичных выступлений. Если ты презентуешь свою идею для того, чтобы дали грант, тоже нужен навык публичных выступлений. Ну и в принципе, опять же, возвращаясь к межличностному общению, к предыдущему вопросу, когда находишься в конфликте, в какой-то трудной, острой ситуации, вот умение правильно выразить мысль, чтобы не обидеть другого человека, это тоже очень важно. Поэтому от самых простых бытовых вещей вплоть до каких-то серьезных карьерных шагов. Как вы считаете, что мешает человеку начать разговор? То есть, грубо говоря, что мешает ему говорить? В первую очередь, это, конечно, страх публичных выступлений. Как это ни странно, но боязнь выступать публично находится на втором месте после страха смерти. Это неудивительно, потому что на самом деле для человека, как для существа социального, очень важно одобрение его группы. И боязнь проявить себя как-то не так, она вот сводится к тому, что мы очень боимся выступать публично. Опять же, вернемся к школьным годам прекрасным. И когда нас, например, учитель спрашивает, даже если мы этот параграф учили, у нас все от зубов отскакивает, как только поднимаешь руку, тебя вызывают к доске, все, желудок сжимается, дыхание перехватывает, и вот этот страх, он вступает как раз в свою силу. Это вот первый, самый важный аспект, что мешает людям выступать публично. Второе – это вялость речевого аппарата. То есть, когда человек боится, что запнется, когда у него невнятное произношение окончаний, когда гениальные мысли разбиваются от чистокол зубов и вялых губ. Вот это, конечно, тоже очень сильно мешает выступать. Ну и в принципе, когда мы, например, в ситуации коммуникации, в ситуации, когда нам нужно выступить публично, чувствуем себя уже не в безопасности. Когда, например, подается заявка на участие в каком-то конкурсе, и изначально видно, что оргкомитет не очень ответственный. И ты понимаешь, что даже если ты выступишь хорошо, но будут какие-то проблемы, связанные с некачественной работой вот этой команды оргкомитета, это тоже накладывает свой отпечаток. И это тоже очень сильно влияет, потому что, когда ты чувствуешь поддержку, когда там рядом с тобой команда, когда ты знаешь, что ты делаешь какое-то классное, полезное дело, выступать всегда проще. И очень часто даже, когда меня спрашивают, что важнее, говорить как или что, я всегда говорю, что важнее все-таки что-то собираешься сказать, а не как эту мысль выразить. Потому что если вот есть это зерно ценности, всегда гораздо проще выйти к людям, а не когда у тебя просто набор инструментов, и тебе нужно говорить хотя бы что-то. Тут же напрашивается вопрос, какие все-таки самые распространенные ошибки у начинающих ораторов? Ну, опять же, это у нас вялые губы, вообще неразмятый речевой аппарат, потому что очень многие фокусируются именно, ну, это может быть и неплохо, на содержании выступлений. Вот выверяют каждое слово, гуглят, а что конкретно нужно сказать, чтобы приковать внимание аудитории. А вот как раз на разминку речевого аппарата достаточно времени не выделяют. И здесь у нас возникает вот это вот придыхание, как будто человек уже бежал вместо того, чтобы просто выступать на сцене. Здесь возникает вялость речевого аппарата, не хватает дыхания, не хватает воздуха для того, чтобы закончить уже начатое предложение. Это вот первая такая ошибка. А вторая ошибка, наверное, всплыла в последние несколько лет, то, что я вижу на занятиях, это неграмотность. То есть, если раньше очень многие спикеры более щепетильно подходили к подготовке своего выступления, сейчас у нас есть огромное количество площадок, где себя можно проявлять. Это и соцсети, и те же интервью, какие-то блоги. И грамотность очень сильно просела. Это, в первую очередь, ошибки в правильности ударений. То есть, люди не всегда, используя слово, знают, куда поставить ударение. Хотя погуглить правильность произношения – это там два клика. Второй момент – это неграмотное использование специфических терминов. То есть, мы услышали где-то новое слово, которое, возможно, уже тогда употребили неправильно. И для того, чтобы блеснуть, вставляем его в свою речь. Это тоже очень часто вызывает не только ощущение, что человек использует заумь для выражения своих мыслей, но еще и комический эффект, когда аудитория понимает значение слова, а спикер не понимает. И, наверное, третье – это слова-паразиты и звуки загрузки. Всякие «м», «э», «а». То есть, на это тоже нужно обращать внимание. И это очень часто встречается. Вот работая с разными аудиториями, с разными студентами, очень многие просят научить их вот не «э», не «м». Но, опять же, здесь все просто. Если тебе есть что сказать, если у информации, которую ты даешь аудитории, есть ценность, то этих слов-паразитов и звуков загрузки будет гораздо меньше. Как же избежать этих распространенных ошибок? Какие качества нужно в себе воспитывать для этого? На самом деле, самые простые практики, они самые эффективные. То есть, то, чем очень часто пренебрегают, но то, что очень сильно помогает для того, чтобы выступить хорошо – это репетиции. Кто-то говорит, что нужно репетировать не больше семи раз, потому что тогда мысль уже в устах спикера не кажется такой живой. Но мне кажется, что нужно репетировать, пока тебя не отпустят этот мандаж, пока не перестанут дрожать руки и голос. Поэтому репетиции – это самый, наверное, такой классный совет и классный лайфхак. Причем репетировать тоже можно по-разному. Можно же просто репетировать, несколько раз прочитывать текст. А можно репетировать не так часто, но более эффективно. Например, в первую очередь я рекомендую репетировать с текстом, чуть-чуть в него подглядывая. Но важно не зачитывать текст, точнее, не заучивать текст от и до. Потому что тогда у нас запоминание идет по принципу цепочки. Если какой-то один фрагмент выпадает, то мы все забываем дальше, вот это вот состояние суслика, паники, и человек теряется. Лучше запоминать по принципу виноградной грозди. Это то есть, когда мы запоминаем, в принципе, в целом нам нужно о чем сказать. Потому что никто, кроме аудитории, не знает, о чем должен сказать спикер. Поэтому вот лучше с помощью плана своими словами запоминать. Первый раз репетируем с бумажкой. Второй раз репетируем перед зеркалом. В этот момент мы сможем оценить свою жестикуляцию, мимику, есть ли у нас улыбка на устах или состояние ужаса и страха от всего происходящего. Дальше я рекомендую записать свое выступление на видео. И не просто записать, но еще и проанализировать. При этом нужно отмечать не только зоны роста, но и то, что получается хорошо. Потому что это действительно важно. Ну и потом уже пока действительно это состояние волнения не отпустит. Но в принципе вот этих трех раз очень часто бывает уже достаточно. Играет ли роль мимика и жестикуляция? Да, однозначно. Потому что наша мимика, наши жесты это тоже средство передачи информации. Более того, по жестам и по мимике можно понять, в каком вообще состоянии находится спикер. Если человек постоянно прячется за планшет, за стулья какие-то, за кафедру, то мы понимаем, что он либо волнуется, либо вообще в принципе не уверен в том, о чем он говорит. Ну и выражение лица, особенно сейчас в мире, когда у нас очень часто выступления проходят в формате вебинаров, в формате каких-то созвонок, здесь лицо играет огромную роль. Поэтому вот репетировать, именно обращать внимание на жестикуляцию, на мимику я, конечно, очень сильно советую. Но при этом не нужно на этом зацикливаться. Потому что можно, опять же, идеально выстроить свою мимику, свою жестикуляцию. Но при этом, если то, что человек сообщает, не несет никакой ценности, конечно, это вызовет разочарование у аудитории. Они могут восхититься его ораторскими навыками, но на выходе понять, что ничего нового они в принципе не узнали. Может быть, у вас есть какие-нибудь лайфхаки для наших телезрителей, которые помогут уверенно и красиво говорить им? Да, лайфхаки, конечно, есть. То, что удалось собрать за время там моей практики. Если говорить о людях, которые боятся выступать и прячутся за планшеты, за кафедры и так далее, есть очень клевый лайфхак – это взять что-то в руку. Классно, когда вы выступаете со слайд-презентацией, потому что в этом случае вы берете кликер и, собственно, щелкаете эти слайды, и у вас в это время в руке что-то сжато. Поэтому интуитивная потребность прикрыться, она как бы немножечко гасится. Второй лайфхак – это улыбка. Это вообще, наверное, самое такое мощное оружие оратора – орудие. Потому что если перед тем, как выйти на сцену, улыбнуться себе в зеркало, это, во-первых, снизит уровень стресса, а во-вторых, если выйти к аудитории с улыбкой, это уже настроит сидящих перед вами людей на позитивный лад. Плюс у улыбки есть зеркальный эффект. Если мы ее видим, нам хочется улыбнуться в ответ. Поэтому аудитория тоже, скорее всего, будет смотреть на такого спикера с улыбкой, и ему будет проще войти в контакт с теми, кто его, соответственно, слушает. И третий – это еще по поводу подготовки выступления, по поводу репетиций. Для того, чтобы сразу во время репетиции настроить нормальный темп, лад, как-то держать себя правильно, я рекомендую репетировать не просто перед зеркалом и камерой, но еще и, например, найти в интернете картинки с людьми, которые примерно такие же, как будут сидеть в аудитории и нас слушать. Это там серьезные дядечки и тетечки в пиджачках, либо это какая-то молодежная аудитория в толстовках в лагере. Мы берем эту картинку, скачиваем, ставим себе на компьютер и выступаем, глядя на них. Это тоже помогает классно подготовиться к выступлению. Темп. Какой оптимальный выбрать для того, чтобы выступление получилось живым, уверенным и впечатляющим? Тут все зависит от того, во-первых, на какой площадке мы выступаем, а во-вторых, от того, перед кем мы выступаем. Например, если посмотреть на то, как учитель начальных классов ведет урок, то мы видим такой мелодичный тон, учитель говорит очень медленно, у него очень много актерских навыков, чтобы заинтересовать ребенка. Если посмотреть на то, как выступает человек перед подростковой аудиторией, то здесь уже более динамичный темп. Такие могут быть более резкие жесты. То есть здесь очень важно накачать вот эту подростковую аудиторию энергией. Опять же, здесь вот темп зависит даже, подача. Второй момент – это когда мы выбираем площадку для выступления. Если мы выступаем оффлайн, то, в принципе, наш обычный темп, ритм подходит. Опять же, учитывая аудиторию. Но если мы переходим в формат онлайн, то здесь нужно изначально говорить чуть быстрее. Понятно, что если видео выступление выйдет в записи, то зритель может поставить его на такую скорость, на которой ему комфортно информацию воспринимать. Но если это онлайн выступление, мы не можем поставить скорость выше, потому что человек еще это не сказал. Нужно сразу понимать, что нужно говорить быстрее. Потому что потерять контакт с человеком через экран гораздо проще. А когда человек записывает перед камерой сам спикер, и перед ним нет живых людей, ладно, когда там ноутбука хоть кто-то двигается, а если есть только вот этот стеклянный, безжизненный глаз камеры, мы интуитивно говорим медленнее. И это сразу, конечно, часть зрителей от нас, ну, не то что отпугивает, но отталкивает. Кто-то, начав смотреть какой-то вебинар выступления, там идет себе чай, заварил, отвлекся на что-то еще, открыл ленту в Инстаграме. Поэтому вот эти два момента обязательно нужно учитывать в скорости. Именно целевую аудиторию и площадку, на которой мы выступаем. Даже если это выступление оффлайн, то все равно нужно учитывать пространство. Вот у нас здесь хорошо, все освещено. Уже это держит внимание зрителей. А если какой-то такой полумрак, то тоже внимание гораздо проще ускользает от спикера. Поэтому нужно учитывать практически все нюансы, в которых ты находишься, когда выступаешь перед людьми. Татьяна, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. В эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова